Автомобиль покорил человечество Одному хитроумному устройству Подушки безопасности Идея подушки безопасности на первый взгляд кажется простой Однако на самом деле это тонкий и сложный механизм Ведь с момента столкновения у подушки есть всего 0,0050 секунды Чтобы надуться и защитить водителя от выброса через лобовое стекло Это четверть того времени, который занимает один взмах крыла калибри Однако это не все Если подушка сразу же не сдуется за 0,2 секунды То может сама погубить водителя Как заставить подушку надуваться на сверхзвуковой скорости И как предотвратить гибель водителя от того, что должно его защищать Откуда ей знать, когда нужно сдуваться? Как же она сделана? Город Варгадо в западной Швеции Здесь находится компания Автолив Крупнейший в мире разработчик и производитель подушек безопасности Она производит подушки почти для всех автомобилей на международном рынке 3,5 миллиона штук в год Однако инженеры и производители не единственные герои компании Автолив В скрытой от глаз комнате находится группа специалистов Без которых разработка подушек безопасности была бы невозможна В самом сердце здания группа самоотверженных сотрудников Делает свою работу, забывая о собственной безопасности Без жалоб и стонов они выносят все, что сваливается им нахуй Какая жалость, что с ними так грубо обходится? Ведь каждый такой манекен является сложной электронной машиной И стоит 180 тысяч долларов Манекены можно сравнить с кибергами Их тело представляет собой систему, повторяющую метаболизм человека И имитирующую все ключевые функции структуры человеческого организма Скелет, органы, нервы и даже вены артерий Они напичканы тысячами датчиков для фиксации всех процессов Проходящих в теле человека в момент ДТП Тем более досадно, когда знаешь, что их ждет Благодаря этим манекенам Автолив разработал целый ряд подушек безопасности Которые снизили смертность среди водителей и пассажиров Пристегнутых ремнем безопасности на четверть Но как подушке удается надуться за столь короткий промежуток времени? Секрет заключается в том, что в ней находится бомба Точнее, помещается она в рулевом колесе Подушка представляет собой сочетание датчиков, системы, устройства и нейлоновой подушки Бомба самая настоящая Взрыв достигается контролируемым воспламенением взрывчатых веществ Которые имеют вид пилюль В момент взрыва воздух заполняет подушку с невероятной скоростью На различные автомобили устанавливают разные модели подушек Причем их конструкция постоянно совершенствуется Для каждой новой конструкции создается трехмерная виртуальная модель С нее изготавливается прототип Нейлоновая подушка вырезается при помощи лазера И сшивается на автоматизированном швейном станке Прежде чем испытывать подушку на манекинах, она проходит предварительное испытание Стальную брус ударяет о рулевое колесо Чтобы убедиться, что подушка выдержит силу С которой тело среднестатистического человека давит на нее при скорости 40 км в час После завершения испытания любые недочеты Устраняются группы инженеров От конструкции подушки зависят жизни людей Поэтому каждый ее спектр рассматривается снова и снова В данном случае была обнаружена проблема Подушка не сдувается достаточно быстро В реальной ситуации такой недочет может стоить водителю жизни При ударе его шеи переломится словно спичка Но тут же найдено решение Марк, я предлагаю увеличить размер вентиляционных отверстий на 30% Хорошо, что думаешь? Неплохая мысль После внесения изменений подушка возвращается в цех, где изготавливают ее модифицированный вариант После этого проводят финальное испытание Наконец, в испытании включаются манекены Но это вовсе не воскресная поездка на природу, о чем они узнают позже Манекены устанавливают в кресло и проверяют датчики Автолиф изготавливает подушки безопасности на сумму более 320 миллионов долларов ежегодно Компания не имеет права допускать промахов даже с одной подушкой Теория эта новая конструкция работает Но выдержит ли она испытания на практике? Этот критический момент завершается мгновением Три, два, один, ноль Получилось? Наш приятель Киберг уцелел, и на этот раз А подушка переходит к следующему циклу разработки Важно, чтобы она не срабатывала в непредназначенное время Скажем, когда рассеженный водитель колотит по рулю Проблема в том, что бомба взорвалась в нужный момент Так откуда подушка знает, когда срабатывать? В левой части имеется датчик, углубленный на 10 сантиметров сюда и сюда В случае столкновения эти датчики немедленно перебираются Передадут информацию в центральную контрольную панель в автомобиле Оттуда сигнал поступит в подушку и произойдет взрыв Весь процесс не займет и доля секунды Однако даже если датчики приведут подушку в действие в нужный момент Существует другая проблема Подушка помещена в пластиковый корпус От взрыва осколки пластика могут разлететься по машине и покалечить Или даже убить пассажиров Либо повредить саму подушку Гениальное решение этой проблемы видно при скорости съемки тысячи кадров в секунду Каждое отделение для подушки имеет фронтальную секцию Которая слаблена рядом крошечных отверстий невидимых глаз В момент столкновения разрушается только ослабленная область Что позволяет подушке расшириться, но не тревожит пластиковый корпус На этой скорости мы также можем увидеть Как воздух выходит из подушки через вентиляционные отверстия Что позволяет ей быстро сдуваться Это защитит водителя от травмы шеи и головы После всех дорогостоящих тестов Подушку запускают в производство Производят ее на этом конвейере В готовые подушки помещают взрывное устройство Его фиксируют винтами Подушка автоматически сворачивается Прежде чем ее поместят в корпус Корпус затем помещается в рулевое колесо И вот очередная подушка готова к тому, чтобы сделать езду безопасной Я очень горжусь своей работой Каждый день я спасаю жизни тех, кто сидит за рулем За один год мы спасаем жизни 15 тысяч человек Это здорово Наконец, давайте подумаем о тех искореженных киборгах Для которых каждый день новая катастрофа Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok